МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас все просто. Видите, склоны освещены здесь солнышком. И висит облачная плита огромная. Поэтому будем немножечко ручкой шевелить. В расходячих зонах, я так понимаю. Я, по крайней мере, в это верить хочу, потому что, мне кажется, что это облако, но пылесос должно быть. Облако-пылесос. И вон какие-то партики горнолыжные тоже. Клаус под этим пылесосом подворачивает, потому что почему-то у нас пока пылесос не тянет. Ну, значит, надо немножечко-змеечку такую сделать легенькую. А где тут должно тянуть? Где-то должно. Ну, скорее всего, это будет солнечная сторона. Если мы сейчас проверим, взял. Абсолютно верно. Потому что вроде как прижаться можно было бы к склону, но... А с чего там поток? Там, собственно, снегу. А у нас, вы видите, оп. Ну, так. Нот-со-бэт, как говорит Клаус. Немножечко я опоздал с движением и ручкой. Увлечен съемкой. Ну, не взяли мы здесь то, что я вообще хотел бы. Потому что, знаете, вот можно так подумать. Вот прогретый асфальт, куча всяких машин стоит теплых и так далее. Здесь сюда должно прям переть достаточно силой. Ну, мне кажется, оно может быть и прет, только чуть правее. Ну, неважно. Я же закал сомничаю. Сейчас, по-твоему, уже сомничаю. Тянет все-таки как-то. Ну, даже, в общем, это не так, чтобы... Нет, плохо пока. Сейчас жахнет. О! Прям почувствовал, я жду, что жахнет. Попой. И Клаус закрутил. А впереди там в облаке висит параплан прям. В самом внутри облака практически уже заваливаю. Не сказал бы я, что прям шоколадос. Так себе. Какая-то пустышка. 0,9 метров в секунду всего лишь. Может, надо протянуть куда-нибудь? Да, вот сюда надо было протянуть. Но в первого-то раза ты не поймешь, что сюда надо протянуть. Пытаюсь заузить. Не шибко у меня получается. Ну, хотя бы меньше метров в секунду у меня не упала скороподъемность в процессе. Поэтому 1,7 метров в секунду в сумме. А ну, почему-то в предыдущий поток был лучше. Я, может быть, не добирал бы, дальше шпалил бы. Ну, считай, что надо отобрать. Ну, значит, надо отобрать. Ну, практически мы набрали. Вот, как я говорил, вот с этого прорывшего курортика такое ощущение. У меня прям течет энергия. Мы уже под кромкой. 2 метра в секунду средний набор. Так себе. Могло быть и лучше. Потому что сейчас будем уже выходить. Столько что жду. Кромка. Кромка. Не вижу я его. Пошли дальше, пошел. Окей, мы идем. Окей. Вот он куда-то уже пошел. Вот интересно, зачем он. Здесь все-таки выбрал такой максимум. Несмотря на то, что впереди очень красиво углака висят. Чтобы там повыше оказаться. Наверное, может быть. Сейчас, конечно, дырочка-то будет приличная. Ее надо пересечь. И долететь до следующего облака. Погнали. Мы подходим к следующему облаку. Клаус сейчас летит на фоне Глинобля. Город Глинобль. Где-то, вот он. Как раз под Клаусом еще и аэродром Глинобля. Маленький, так сказать. На которой аэродром главный. Главный там далеко-далеко заходится за горками. Такой любительский. Маленький, любительский самолетский. А вот сейчас справа место, где проводится интерьер. Костюмировый парапланерный фестиваль. И все. От Глинобля до дома по прямой 80 километров. Красотища. Спокойненько двигаемся. Там на фронте облака какой-то плавер. Клаус его увидел. Мы к этому планеру летим тоже. По прямой. Будем набирать. С видом на Глинобль. Клаус как заложил. Хороший поток, видать. Тут парапланы рядом прошмыкнул. Мы сначала к какому-то древнему парапланеру прилетели. Стали с ним в одну спиральную. Такое ощущение, что он просто летает, любуется Глиноблем. Ни о чем поток у него оказался. С Клаусом чуть-чуть протянули. И это взяли свой. Намного лучше. Железный такой. Всего 2 метра в секунду. Но зато с видом на Глинобль. Сейчас Глинобль по проводу. Так, его. Да. Дома мы уже дома. 288 километров. Можно будет аккуратненько там ручка по матью или на долете. Ну, по дороге сейчас еще, как говорим. Я думаю, что этим все не кончится. Пойдет меня еще Клаус гонять по окрестным горкам. Так и козочку Сидорову. Вот такая, друзья, участь тяжелая. Но он сказал, что сделает из меня человека. Я ему пообещал, что буду так же передавать опыт и знания, как он. Но он сказал, что надо такого научить все-таки. Как мне повезло. Еще раз повторю, благодаря каналу Мечты Летать. Он видит, сколько на нем зрителей. Понимает, что это аудитория. И говорит, ну это же люди. Они должны видеть, как мы красиво летаем. Так что, друзья, одноканальцы, спасибо вам за то, что он есть. Эй! Эй! Слушайте, попросите, что я уже такой несколько приплющенный. Потому что, конечно, весь полет концентрируешься. Это же полет парный. Приходится пахать. А тут еще парапланы. Кстати, о парапланах. Вон он. Парапланчик. Сейчас взахнет. Он, знаете, под кромочкой в облако гвинчивается. Гляньте. Змеешь, что делаешь? Сейчас мы с Клаусом свечку сделали. Поздно свечку. Парапланы нами в облаке. Почти. А, у него просто белый купол. Вот, по-видимому. На фоне горы. Так, влако. Эти. Чуть это. Это не сделал бочку. Где параплан? Но мы достать его не достанем. Он уже... Потому что у нас главное, знаете, чтобы потом... Ну, так летишь раз, а из облака ноги торчат. Думаешь, что за хрень? А это параплан, купол в облаке. А ноги торчат из облака. Ну, суть, какой хороший поток для вечера. Просто какая-то бомба. Ну, у меня уже не хватает концентрации, на самом деле. Так, чтобы прям крутить и одновременно говорить. Клаус, когда будет ругаться, скажет, кто так набирает. Только глубокие боевые двоечники. А я вам скажу. Это представляет, что со мной сегодня было? Я летал на ряду, к самой большой Европе. Вообще, у меня была мечта, но чтобы она вот так взяла, брык и сбылась. Да. Ну и у вас тоже, считайте, сбылась. Мечта поставить красивее, потому что фильм я чувствую, получится. Бомба! Контент огонь. Хоть не входить в облако. Пикируем так, Клаус. Клаус, что ты придумал такое? Зачем нам в облако? Там же параплан прячется. Ну, укажу. Вот, друзья, этот парапланелис хитрый, который... В облаке был. Смотрите, какой красивый. То есть, такой, кожа. А, где-то впереди Клаус. Красота. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ки-ка, Клаус вон он дальше. Двигается в сторону дома. И вот и мы двигаемся. Вот они характерные триозера, помните, всегда показано, когда хочу показать Гренобль. Показывайте триозера. Но Гренобль плохо, видите, сейчас видите, он... Вот крыло прямо на центре показывает Гренобль сейчас. а мы двигаемся дальше я так понимаю заповедник на траве западный заповедника экран чтобы понимали экспедицию нас начинали прямо где вот где клаус вот здесь вот пересекали эти горы вы туда уходили вот он ледничок вот это тут где катаются долго-долго где катаются весь год там мы летели уже сегодня на цель нас это на горизонте пик дебюр за ним дом продолжаем движение и вот слева посмотрите какой красивая плата вот на этом плата озер расцветают летом очень-очень-очень красивые обязательно прилечу как сниму озера на этом плата я снимал не качественно получилось даже публиковать не хочется сделаем нормальное видео там такое на очень красивый на день классно можно низко пройтись на все красиво смотрится сторону дома тоже все красиво смотрится клаус очень красиво смотрится только вот чтобы солнце все в дыньте смотрится очень красиво виды можно впитывать я кстати вот завтракал там какой-то контакт чаем там еще на чем-то не поверите кушать совсем не хочется я похудел за неделю с клаусом килограмм на 5 я весел почти 90 вот могу теперь признаться сейчас я вешу 85 с половиной на четыре с половиной килограмма ладно чуть приврал вот так меня загонял клаус за неделю вот целый день планере ручкой фигачишь нервы как канаты и худеешь это клаусу что-нибудь хорошее подарить камеру например мог у проделить точно человек старается он порядка что он тащится сам летает это что так часто делаю но блин круто мы продолжаем движение по нашим стеночкам красивым так 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 все это слева это уже экран не совсем чуть-чуть дальше как-нибудь движется вперед и мы вот по вот этим стеночкам ближе-ближе к дому планиров куча не знаю летают все кому не лень это нормально это в общем-то радует сейчас я жена очевидно вот на этот крепких придем над ним облачка висят экспозиция у него вот видите солнце светит на западе соответственно экспозиции чисто западная замечает на сто процентов склон работает даже если мы там к облакам а ведь облака уже тупеньки все уже здесь погода то в общем-то киснет у нас еще облака есть но у них тоже в общем-то форма меняется такой яркий признак вечера вообще-то на по времени то уже седьмой час так что я думаю клаус знает что делает мы же не хотим ну мы сейчас до дома долетаем ладно хватит волков нагнетать и тех уже это у меня сценическая роль там может мы не долетим взять чтоб вам интересно было видео смотреть вы же там смотрите думать а вдруг они не долетели а вдруг что я сейчас скажу да долетим сейчас не долететь это надо умудриться ну а мы удряться так не хотим красота сейчас на склончик вот этот придет здесь кстати сейчас покажу хороший момент вот смотрите ребро вот это вот вот ребро с него если низко приходишь очень всегда можно замечательно выбраться потому что подарим сейчас у него так дует ветер и образует множество красивых сладких вкусных потоков и обещественное количество раз выбирался здесь вот этому замечательному реброчку ну а клаус меня привел на склон и там впереди какой-то плане стоит на наборе я не знаю будем его в набор вставать можно просто пройтись по склону не столь обязательно здесь прям выбирать я бы не набирал ну так вам скажут смотри как волос кожу не стал набирать справа остается вот это ребро друзья про которое говорил можете запомнить его клаус впереди сделал такой мощнейший взорог мощный поток или просто решил вернуться набрать очень мне интересно зачем ладно да да фактически на восьмерку какую-то перешли непонятно да вот это для меня финт ушами мне непонятный так сказать чтоб нам высота сейчас тут вот конкретно здесь нужно было боль ты нет висит от у нас уже там к вам спереди поток и ждал о потоке здесь не проходит ну чё попробуем закрутить хватит нам радиуса до скалы я конечно вот такое не люблю конечно вот как сейчас этой скалой не люблю все не тише думаешь блин а если а что а что если нет ну шучу я сейчас чуть-чуть нагнетаю на целом вот доля шутки есть в этом доли истины как закручивать на скалу ну а не закрутить восьмерка здесь задолбаешься делозить честно говоря вообще почти без шанса откладываться кадре вам ну чтож набрали мы здесь сколько там действительность метров теперь идем принципе хорошо выше хребтов да что видите склончик выручалочка и сейчас выручил не уверен я что нужно было но с другой стороны видеть облака впереди все кисту такие статут они прям на глазах распадаются и да вполне наверное мило смысл тем более что сейчас когда можно прийти вот так по гребню как мы сейчас идем ничего у нас особо нету полметра снижения ну ну зато движемся с некоторыми запасами вечером встречаюсь поток бери такое тоже некое правило я лично рассчитывал что впереди облака впереди есть но все все посыпалось все вот уже такой и силе чик все последний вдохе вдохе но и погода день на день и приходится например если у вас вчера было все так замечательно и до 7 часов вечера были потоки то это вполне может быть что сегодня уже не так вот это вот не большой на вывод ну что ж друзья мы прошли по этому хребту чуть-чуть нас придерживало но такого адекватного никакого на чтоб встать в набор ничего такого толкового не было и клауску я так понимаю вот мы идем на ближайшие облака вот на вот эти посмотрим что там водится один из вариантов был пойти на вот эту вот пресловутую вилку фердидурскую западную и тогда можно было бы рвануть еще по западному склону прогуляться ну посмотрим что это будет да как по рельсам спарим в хребет прогретый он этот смотрите замок внизу сейчас я вам покажу замочек смотрите о вот он красавец и прет нас со страшной силой ну вот очевидно прогретый склон прекрасно прогретый по нему мы шпарим западной экспозиции опять же ну и дальше облака висят дальше как вообще рельсы до озера серпатсон сплошные рельсы это места уже пристрелены и знакомые привычные то моя идея вот на эту вот западную вилку конечно была не клаусовой такая слишком оппортузнистической разве мог лав пойти на такую халтуру нет только и только хардкор вот такая друзья у меня участь пошу как как волк волок уже такой час двигаемся проплывают мимо нас вершинки лавский проверь взял красивую показать снежочек вот это меня с места стандартная такое мы здесь часто набираем такую легкую папу сделал здесь вроде как не стал его делать почему-то все равно включить и дедом все равно выше нас и пожалуйста он видимо попросил лучше сделал вот это вот ущелье когда с которой идет тупик очень красивую место заповеднике экран все мечтаю фильм сделать об этом туда летом путешествовали нам и дальше по цепочке облаков двигаемся туда озеро серпансон шпарим аж дым идет а дом вот там недалеко следующий склон они будут быстро эти склоны меняются один другим как перчатки немножечко нас подбросила дальше это тут особо не надо облака подними потоки потоков свечку да это греби к озеру серпансон на самом деле шутка шуткой но впереди облако где надо будет набор делать к вам зашел здесь делать то и правильно ну и правильно здесь наберем уже цепочка именно облаков заканчивается поэтому тут вот и немножечко набрать этого склончики из опять же красиво свежий свет все так и не растает что не знаю почему метает красивый-прекрасивый как-то заброс был яркий а в результате по потоку-то полтора метра всего сейчас может раздуплиться да чуть-чуть пободрее стало ну хотя как это все наглеть там вечер для вечера вот пожалуйста три метра в секунду посреди дни тебе а время половина седьмого где-то да вот тебе денек это 23 марта друзья это 24 или 23 я уже запутался когда-то короче субботы сегодня наберем дальше 2 и 2 осталось на среде клепот облаком до этого было три метра в секунду высоту набрали ты 300 просто какая-то фантастика неделя фантастика я одна радость это даже из потока уволился похоже но тут бабки не ходи сейчас уже озеро серпансон уберем и долетим не знаю сколько на сколько клаус еще на юг полезет на юг опять же нет лет гул лет гул лет гул лет гул ой клаус такую сечку сделал это же такую хочу у меня негде не удачный я вышел чем он такая свечка у него была прям ничего будет и до нашей улице праздник но смотрите сейчас по тактике крайнее облако на самом деле осталось сейчас подниму какую-то свечку сделаю справа пельдедур перед крылом задим наш аэродром до аэродрома сейчас километров 40 ну у нас высоты столько что мы можем шерпи сколько раз до него долететь сейчас аэродром проход не стоит сейчас вопрос о том что пламп хочет под этим облачком еще делать пап мы делаем сейчас у вас уменьшаем до 120 дельфинем закрылок могу переставить . жадничий волчок все и дальше мы съедаем все вот это вот снизу вот чтобы понимали хребет видите да с него сейчас вот это все сходит мы это все съедаем и дальше до озера серпансон перспектива корейсом и на юг туда пройдем захочет ли клаус откуда прыгать на дорогу у нас на паркур на что на паркуре там есть все видно что работает еще но тоже понимаете да что время 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 сейчас выглядит это было к вот на паркуре просвечивать что там реку там что есть энергия но не знаю я бы один не полез с клаусом полезу клаусом хоть в огонь хоть в воду хоть медные трубы везде полезу продолжается движение по маршруту неизвестно куда ну известно вот озеро серпансон появилась по левому борту зашла луна подсвечивает ее солнышко заходящее а правую борту собирает склониться к закату фонска но она не клонится еще и все времени то еще где время ты уже дед еще детская это всего лишь без 27 так ерунда летим озеро серпансон я вижу что на другой стороны вот здесь дрон юз гора прекрасно висят облака который сто процентов клаус не переменет использовать чтобы еще думать подальше туда по паркуру так что друзья никакой посадки не может быть и речи экономим батарейку идти вперед здесь мы останавливаться на этих склонах не будем они не рабочие собственно для этого клауса набирал максимум на час 3000 нам более чем хватает пересечь озеро серпансона дотянуться вода вот этих облаков как мы летим между тем склон чуть-чуть дышит энергию вот это в облако вот теперь вы сейчас видите его не было она возникла буквально 20 секунд назад мы идем по склону немножечко нас придерживает еще так что работает все вы сейчас по этому склончику пройдем потом все-таки перепрыгнем на дрон юз война маргон на гору вот она и только потом на дрон юз под конем как обычно под конем бесконечная красивая гора выходящим закату солнца все стал более мягкий продолжается наш полет вот озеро серпансон более красивого ракурса потому что страны вот эту сельника сейчас видите как покрасивее стало здесь мостик такой симпатичный здесь посадочная площадка на плане вы можете приземлиться если что на узенька для ультравайтов но вполне себе рабочие площадка он дали на вариант сон где-то с этой стороны чуть менее красиво потому что засветки больше окна озера ложатся пятнадцать лет россия и там все уютно как плотиночки торчат ой ну а клаус ведет меня на дрон юз дрон юз там вот он неизбежно предстоит после дрон юза по паркуру прогон как минимум льда вот до чего брона и может быть оттуда мы наконец-то пойдем домой но не факт не факт луна все ярче 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 вне безвезды мерзли мерзли волчих вот кстати я реально забудел то есть у меня ноги замерзли и достаточно много времени на больших высотах и конечно носовую часть планера обдувает постоянные ноги вот в таком учиться панельки вот туда уходит самим ногам то не холодно холодно стопом я сейчас лечу как смотрю светлая солнышко теплая она уже не вертикально светит поэтому греет фюзеляж поменьше и фонарь ногам становится все прохладнее прохладнее так что домой такой бы ну ладно вкусную клаусом до конца как я могу учителя сказать учителю я я хочу домой да он не видит и скажет ты что с ума сошел какой домой погода еще не кончилась надо брать всю погоду до конца это философия от полетов с клаусом и вообще его философия он группу когда немецкую привозят 5 паровозиком улетающих за ним друзей он их хранит ну как на летальце это все на летальце все давайте садитесь на аэродром а сам потом раза все часам потора вокруг городов гулять человек реально живет в небе то есть я если говорят что волк и ты маньяк друзьям не до клауса когда марса вот 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 он на него там летит маньяк вот эти планеты вам покажу сквозь какой-то поточек и летать дальше ну и главное действительно энергии то еще есть и слава говоря лететь ты еще можно о кстати какой красивый цвет солнце в крыле в озере а вот эти парапланированный старт сантисем депорт мы подлетаем смотрите есть парапланы парапланистов нет все разлетелись буквально в такую погоду тоже разлетелся бы ну что ж посмотрим работает дармью цели нет а им как ведь из билов пивки метис билов клаус сбросил немножечко высоту после того что его ученик двоечник оказался ниже мы двигаемся друзья мы дошли до дармьюса иди клаус чуть подбросил высоту чтобы были поближе но немножко мы двигаемся по дармьюс его дальше пошел этот паркур пока как-то особо меня например не тянет будет клаус и тянет лучше здесь должно быть получше посмотрим паркур должен еще работать ветер у нас но кстати ветер встречный боковой правый борт но с южным компонентом не знаю пока просто мчимся мучился выучилися мучилися 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 но на трубариометрия сейчас плютики пошли сейчас будем двигаться если к вам сам где-нибудь собирается набрать высоту где 400 нам до дома не дотянуть птичка какая-то может каких-то ловит до дома не дотянулась где-то набрать твой ученик переживает только что мы повернули на 90 градусов вправо слава сказал что не работает нормально паркур вы видите ничего там не набрали и дабы там как-то доформать домой мы сейчас двигаемся идея конечно была хорошая идея была растянуть на маршрут то есть вот куда крыло показывает можно было чуть гонять в принципе облака висят там гора беленькая перед крылом швальблан вот теоретически до швальблана можно было еще дохромать его в это время но мудрый клаус двинул на запад сейчас где-то под этими облаками будем выбираться чтобы дотянуть до дома потому что сейчас мы не на долете задумал мы сейчас не долетаем идем экономичка 120 над закрыл переставить левой стороны посмотрите вот здесь вот вот аэродромчик можно на лебедочке взлетать замечательный аэродром таскают можно приблиться здесь очень часто начинается гроза на этом аэродроме летает это тяжело первое место где в районе начинаются грозы и правда но и с мощной активности термически это здесь я скажу таки погода раньше всего начинает формироваться часто движемся сейчас то самое состояние когда плывем скорость 120 близко к максимальному качества плывем экономично под облаками впереди планируем день наковырять высоту чуть-чуть нас при меня придерживает здесь снизу склон ветер у нас правый борт соответственно на склон он западной экспозиции вроде как должно быть хорошо сверху облака но они зараза не тянут мы сейчас будем похоже под последний крок их энергии как лаус любит очень рок-н-ролль на долетать до аэродрома о не работает здесь уже ничего да ладно там склоны прогреты это шмотка энергии должны быть внизу мы почти на долете не хватает конечно немножко высоты но есть вера и надежда то что мы доковыряем где-нибудь что-нибудь но будь я метров на сто сто пятьдесят ниже как видите вот я бы уже вот эти хребты переваривал бы носить на хуже мне пришлось бы как-то идти вот есть там еще вариантом было бы туда направо уйти там и с меховыми комедалинками вот это значительно хуже значительно медленнее значительно мрачнее поэтому сейчас идем хорошо но как-то я уже начинаю чуть-чуть тревожиться прям богом и я ведь как это жадность садность и нет на самом деле нужно обязательно тренировать вот такие вещи как чтобы и на предельных условиях иметь возможность долетать выжить дня максимум из клауса похоже он еще и поток нашел впереди а пока не придерживают плечо удачно высота не падает нолики легкий плюсик подбираем кроки энергию идем по этому хребту клаус впереди удается немножечко буквально вот так вот чуточка вы так тик 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 подсобирать крошечки реально крошечки энергии который дает вот этот склон теплый прогретый добрый нежный и ласковый а до аэродрома далеко высота 200 не хватает но 14 км в час еще можно вот на фолма который правее солнца снизу что-то будет доковырять так как видите еще кровь и энергии есть воздухе соответственно чего не доковыряем нормально не буду нагнетать обстановку летим отлично по крайней мере мне очень нравится да ближе вот этот рельеф лиц самый вас вот это я больше всего люблю клаусом потому что это учит использование вот самой тем энергии при энергии всего все что есть вообще природе все высосит клаус гиний фух только страшно очень мы подвернули уже строго в сторону аэродрома ну на пределе то есть не хватает чуть-чуть высоты есть шанс что может накиднуть полников нас чуть придержит но проблема в том что у нас встречный еще ветер немножко западный как раз это будет являться небольшой проблема есть шанс что будут бриз вот отсюда по долине будет брездуйте склоны которые сейчас у нас череда склонов она будет некоторые на ветреной части имеется то есть возможность чуть-чуть наковырять но целом конечно видите вот все облака вот крыла показывает система который мы прошли и то сколько мы день там облаков давно нет они все-все-все рассыпались начал ходить уже восьмой час время позднее и мы видите плывем на выплывем все равно в 1 время при посмотрите 0 3 метра в секунду мы плывем мы практически не теряем высоту 100 метров мы потеряли причем давно там вот где горки начинались там у меня было 200 то есть 100 метров я расходовал на вот весит это огромный проход поэтому конечно вот так мы имеем шанс долететь вообще не добирая скажем так не тратим много если мы будем не тратить так . так далее очень волнительно очень технично продолжаю работать не успел включить камеру был такой всплеск до двух метров в секунду заброс удачного зашли в какой-то микро поточек его час видите ложечка такая сейчас класс эту ложечку облизывает но я бы то же самое делал то здесь уже все мы понимаем как и что но именно красиво как как он это предвидел что вот так можно будет до какой высоты разменялся я бы конечно так не разменялся я бы шел запасом метров 200-300 но в этом как раз на моей слабости я не попадаю на предельное предельное состояние дети соответственно не могу выжать из ситуации максимума пол увидите может да плывем потихонечку если мы дойдем до горочки вот вот до этой на высоте 1700 от нас 1830 в принципе мы можем пересечь долину и пройти перевал нашему дому а если придем ниже то это уже большой вопрос пройдем или перевалу ох да такой вот полетик эти нолики 03 на время 303 было понятно 02 то есть периодически мы вот за час даже плюсики идем где 01 плюс будет вот именно на этом вот 1850 по прямой на край склона 150 метров нам должно хватить соответственно тогда и хватит это дома ведь у меня карты нету я помню просто высоты все карты просто помню примерно всех местных город поэтому некоторые вещи рекомендую всем запоминать потому что это очень может пригодиться вот этот радостный киск вариометра нас опять подбросила у нас опять 1850 все все точно уже долетаем я уже успокоился уже с некоторым запасом летим да но было весело кусочек был такой технично непонятные кинтуре земли дайте ну как говорите не делится там сзади осталось несколько мест где были потоки там полуметровый тут можно было конечно встать этот поток чуть поднабрать эту высоту в целом так как мы сейчас называется пугать на 120 плывем подбирая какие-то микро кусочки для мощи очень интересно очень не теряете все выключили небо все на даль все над большими альтами выключилась кубка . растаяли погасли ложится прямо до спать до завтра с левой стороны в долинке запасной аэродром для мундукер можно было бы туда призвали цветы лебедочный аэродром который только с лебедки можно оттуда потом взлететь было бы потом вот здесь вот аэродром сестерон мы тоже до него долетаем прекрасно вот с правой стороны сейчас крылышком покажу аэродром чуть за крылом она габ таларт туда можно приземлиться но как вы видите мы подходим к краю от город край горы молок у нас 1740 метров и вы долетаем отсюда конечно при долете нужно учитывать не просто там тупого типа вот гора вот высота откуда ветер какой ветер какие потенциалы что творится вот на вот этом склоне ажура то есть куча всяких нюансов естественно присутствует но вообще правило вот там вот эту высоту под понимаешь почему нужно собственно сейчас проблема нас какая какая проблема текущая ближайший вот 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 он перевал этот перевал перевал от седло надо перевалить сейчас вы увидите как это будет на высоте происходить на достаточное но это будет достаточно тревожно что у насчет просто вот предельного сейчас уже видится 1860 то есть там без запаса идем час и если собрать какие-нибудь мощные нисходники то могут быть приключения конечно не нам не нужны всем как раз летать за приключениями ну и сейчас покажу вот этот далек и далек на пределе мы перелетели долину дюранс высота у нас 1800 1590 метров отличная высота у нас не сажало и сейчас вас заметьте придерживает почему придерживает сейчас я вам поясню видите южный ветер 10 метров в час чуть-чуть легкий бриз дует вот он и должен быть если ветер без северного вечера без северной составляющей вещь сам то вдоль этого склона можно возвращаться на самом деле можно было даже имея меньший запас по высоте спокойно на этот склон лететь думаю что клаус примерно на это и рассчитывал сейчас у нас просто уже с запасом удалит идет но критичным было бы смотрите покажу еще раз вот вот это седло если например ветер был бы северный дуба пик дебюра здесь был бы некий ротор можно было реку нарваться на нисходящее течение и опускаешься все ниже 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 здесь посадок здесь под посадок нигде нету и ты например подлетаешь к перевалу и понимаешь что ты его не переваливаешь все делать назад разворачиваться все короче мрачное место достаточно поэтому здесь вот это все вместо надо проходить с большим запасом и при наличии северного ветра но если он как раз вот и дебилит на нас вот в этом случае нужно во первых попытаться прижаться к вот этому склону выскочить возможно на его нос сюда на гору сан-жен-и я так делал несколько раз действительно нарывался даже кстати однажды вот вот когда было близнею попал в ситуацию и тогда вот уже так прорываться либо либо вообще идти на друг на гору шабар вот туда за крылом кончик крыла показывать на самое начало шаба выпаривать там при северном ветре такое возможно причем летели идти линии ротору под всех этих склону точно такая хитрая задача но она единственная безопасная потому что она позволяет при все-таки ошибках взять и выпарить и приземлиться на не плюкнется вот эти вот страшные кушаря здесь получается очень полого и скажется что вроде как не все спускается но здесь вот этот спуск вниз такой пологе при пологе что при нескольких не так все и там внизу посадок них нигде на везде яблони сады и полный автон такая штука здесь видите все время немножечко прогретый склончики и получается что они дают энергию при бризе как раз нужным который относительно часто здесь бывает что вот так вот ветер очень важно друзья некоторые думают да как-то плечу планер такая штука летит как хочет ну летит он как хочет если ты вы уже хочешь выжить из планера максимум то вот эти вот тонкости нюансы они крайне важны сейчас я чувствую клаус станет набор и пойдет еще куда-нибудь летать какие-то карту я на карту ну ладно чем почему бы не набрать благородным доном половину восьмого вечера при луне ничего не вижу такого что благородным доном не взять и не набрать ну что друзья продолжаем все вписывайтесь придется полетать это был недолет чем берем мы не так уж и слабо три метра в секунду половину восьмого вечера 32 да без класса отбери вы был fantastic клаус как это тоже тоже сам немножко в удивлении ну над нами правда и облака такое характерное но как как бы я думал что это все уже мертвое разрушается нет видеть нет продолжаем набирать невероятно друзья это что-то невероятное это 8 час вечера до 32 метров секунду на среднители был поток сейчас конечно его на радость потерял немножечко но мы набираем не знаю что ждет нас дальше чувствую как вчера до заката летать как же хорошо несказанно рад в общем-то у нас прям около дома это счастье выросло нигде погоды больше нет а здесь есть почему как вы думаете это награда за упор стопор и стекло вот друзья видите мы еще гуляем под облаками никакой посадки речи быть не может полуского что мы пойдем на север еще данный север зачем на север я не знаю вот он тут опять похоже какой-то ли поток нашел прищупает что тогда поток нашел встаем в набор ох лихонько мое ангелеве волны устаем и повторять посмотрите только вот буквально у нас есть облака какие-то вечерние выстрелили больше нигде где остальных местах природа спать легла и только вот у нас присутствует какой-то негнятный непонятный поток с интенсивностью полтора метра в секунду который продолжает вытаскивать меня и клауса к облакам высота уже 2700 метров похоже 3 мы наберем и куда мы после этого пойдем я не знаю клаус пошел на север дальше мы тоже выходим на север высота 2800 метров вот это вот цирус называется ляпа на которой есть водопад лоб а мы идем вперед мы идем вперед еще не кончен наш полет половина восьмого даже часы работы 1923 такая вот погодка уже при луне летаем во всю скорая солнечный свет переключится на умный я чувствую что клал все ночи сможет термики искать не знаю чего от ядра земли какие-то в общем-то в рации эту кайф как вы видите здесь облако облака тоже отработала сирус этот остался право а мы я так понимаю сейчас клаусом прогуляемся на пик дебир еще время еще детская совсем рано еще вот что почему будет родным доном да не думать на пик дебир и все такое будем ну чтож подходит пик дебир и видны вот тарелочки наших астрономов склон работает облака есть я думаю клал сейчас еще спокойненько наберет на пик дебюре вот туда еще пойдет погонять это меня так подсказывает можете конечно уже слишком сам смелости набрался но вот здесь есть явная энергия то есть тут этот склон до позднего вечера работает сейчас попробуем проверим его здесь висел до заката на этом склоне учениками ученики тащатся от того что по такому склону летаешь но согласитесь суда в закатное солнце вид у него многообещающий клал стал спираль его ученик двоечник обладает меньшим количеством высоты поэтому спираль еще не встал ну что ж понеслась нелегкая прости вселенная погнали 8 часов 31 минута ой 7 часов 31 минута мы набираем на пик дебюре клаус маньяк да его ученик такой же отморозок надеюсь что такой же но менее отмороженности не готов кадры дня дополнительные скорость не продуплить сейчас как зажжем напоследок радость об осталось чувствуется честно говоря контроля несколько меньше сейчас я скорость явно потерял ли почувствовал пас поводу метр по всему глянула индикатор до было студии было вместо 110 на котором я на такой высоте предпочитаю стоять было 100 то мне не нравится я люблю 110 ну что ж мы покинули гостеприимный пик дебюр и клаус как и предсказывал повел вот туда вперед ближайшим облакам по ту сторону вот этой вилки пик дебюрской западный чувствую предстоит нам еще тусовочка вот на этом склоне ну что ж назвался учеником клауса полезай приключения две башенки между которыми мы любим с клаусом гонять оказывается он любит и я люблю это уже выяснилось вы знаете как классно проскочили выскочили на солнечную сторону вот этого креста если попробуем в облаке перед набрать в принципе можно и сейчас не думая направо и вдоль креста туда думать погулять сейчас посмотрим чувствую чему-то я чему-то я уже научился хотя бы научился предсказывать как как клаус будет планировать дальнейший маньячный полет вдоль этого склончиком сейчас пройдемся вот туда по максимуму нас еще и тут и тянет весело по максимуму сколько позволит высота долета под теми облаками потом домой пойдем лучшим боевой рок-н-ролл здесь вот эту ложечку облизываем и вот облака слева жирные сто процентов работающий потому что с долины как раз воздух на запад не склон накидывает здесь очень часто бывает вечером этот долгий грающий облако висит красиво сейчас такой вечерний полет релакс полет просто отдыхательный такой очень красивый еще вдоль склона пройдем покажу вам склон очень интересно несмотря на то что у нас время без 28 поворачиваем направо вдоль склончика знаете все жалко что подсветочки нету конечно когда здесь подсвечивает таким солнышком это все намного красивее смотрится солнышко нет зато есть энергия он работает прогуляемся нам набирать я не хочу сейчас покажу где гнезятся самые жирные орлы здесь такие жирные жирные орлов а нет здесь не орлы здесь с большими клювами знаю как их описать вам получше вот скала а а он говорит что слишком уж я храбро к склону дунул ладно хорошо но сейчас ты чего уже на склону сейчас вдоль этой всей конструкция мы опять шуруем в сторону гренобля гренобль вон там на горизонте не так давно ну давным давно мы там были помните я говорил что альтернатива была можно было пойти это же меня клаус фотографирует началось друзья началась вторая серия называется сфотографирует все еще и все все опять как вчера все за мной будет клаус гоняться где он только не с этой стороны похоже не с этой стороны вот отсюда видите нет я тоже не вижу он кстати какой красивый вид на закатное солнышко просто красотичка да не медленно мы уверенно потеем на самом деле замерзаю уже вошли и все ничем дальше тем не холоднее высоту мы естественно не теряем поэтому по склону дойдем до самого конца склона впереди люблю я поэтому склону гонять вечером так вот когда мы были где-то вот в той точке мы могли пойти вот этим склону вот так я говорил что клавиш не такой что не пойдет дозер серпансон который вот за крылом далеко там добрый блин клаус права летит ладно замереть и не дышать вот так это все друзья выглядит вечер наступил каус решил погонять юного падавана почему бы благородному дону не взять и не погонять юного падавана и совсем не вижу никакой причины только юному падавану страшно каус говорил к склону не прижиматься вот он жмей летит между мной склоном но вы наблюдаете все это счастье вот так друзья пойдешь клаусу ученики и он будет вас вечером гонять остерегайтесь подумайте трижды надо ли вам такое счастье я сразу говорю что надо если у вас клаус скажет види-ка мне ученики я просто вот сразу в раб в рабство продался бы сразу какой-нибудь если брали знаете без рабства как ходится вот клаус на фоне луны летит ну конечно видно будет на экране плохо но поверьте мне что она есть до красавчик маньяк развернулся а и мы разворачиваемся в обратную сторону окей он полую если вы думаете друзья что на этом все закончилось я более чем уверен что клаус долетит до нашей долины где это наберет высоту мы еще на юг сходим хочу всего лишь без 10 8 солнце еще не села летай не хочу сборы есть энергии есть или какие уют как у них настолько склончики смотрится за пятом солнышке вот здесь как раз кончики где-то про туристы красиво летает никому вдоль склона этого летим опять снова ну чтож подходим опять к этому зубу на котором гнездятся вот эти птицы с клювами большими клювами сейчас поднимемся к лаусу вот как он красиво на фоне этой скалы летит а вот это кадры до достойно подражание красавчик очень красиво получилось так мы по этому склончику и дальше а кайф поворачивай клаус но так во как мы тут шалим да друзья я сегодня думал что обойдется без целостей а нет вчера шалили почему бы сегодня не пошалить тем более что сегодня полет не менее эпичный вот так мы и летаем ну и что как вы думаете что сделает клаус поворачивай поправо нравится этого блока а я поворачиваю так чтобы не столкнуться снимаю как я вам уже рассказывал друзья уникальный склон на котором пасутся специальные горные козлы которые вот скачут внизу вы наблюдаете то что он ужасный сайте по вот этим всем уступам скачут специально скачут специальные обученные козлы со специальными тренированными копытами я когда их вижу когда здесь летаю летом я удивляюсь вот что можно делать на таких скалах козлам возможно они тем самым прячутся от хищников возможно вот сейчас как раз будет ведь ответственные скалы внизу вот на таком уступе ты летишь и вдруг бац козелка ну как вот так вот сначала думаешь мерещится тебя фикируешь на него а он копытом бьет тебя не боится вот так вот бывают друзья это была лекция о горных козлах во франции а клаус летит дальше я чувствую он сейчас будет шарить а что творит клаус посмотрите он пошел на мою любимую горку шарить вот вот сюда в дырочку между склонами вот и трава да все мы знаем что это наше любимое общее место склон с одной стороны склон с другой стороны знаете как кайфово шарить здесь ух я прям чула что клаус это сделает ну да родственная душа родственную душу чует эх вот сейчас ракурс и ракурс и как это как я не знаю как этот эффект в кино называется но чувствую что я его снял клаус ты что рисуешь еще кружочек да и посмотрите что творит прям вот наш человек ой чё капли сейчас клаусик давай по-жеще а то я тебя сейчас тут могу и догнать жестче поворачивал и клаус решил по большему радиусу ну вот смотрите все один проход с клауса клауса стоит дырочку ну его ученика двоечника опять этот эффект сейчас будет клаус только далековато от склона я его не могу поймать ладно я буду пытаться и клауса и склон у меня достаточно широкие камеры не склонся с клаус толку это вниз пошел далек пошел а я продолжу так доворачивать вокруг скалы оп в принципе можно было вдунуть еще на пик дебюр там видите остатки энергии но похоже что мы пошли в сторону аэродрома ну что друзья это выдержал я не сдался больше всего я боялся я очень боялся что я как это спекусь знаете как вот переметаю стану тупить не смогу держаться нормально за учителем видите я до конца держался пролетали мы 8 часов и мы летим домой на посадку великий день великий день великолепный ну как говорится дом домом но клаус не был бы клаусом если бы он еще одним глазком вот здесь поскольку западному не пронесся я вот прям чулю как он хочет это сделать сейчас нас немножечко пощекочет я больше вам друзья просто поснимать красоту этого склона закатом солнца вот эти елочки все и как они вот здесь кстати сосульки висят красивые бывает пока это такой типа водопаде перед опадите местность крайне красивая крайне позитивная ведь как я несу над елочками лика в сторону дома клаус пошел чуть правее да вот шурска уже вот почти на горизонте как раз приземлились и закатик будет все таки правильно что на пик дебюр не пошли и все друзья облачко которая еще пять минут назад выглядело приличное стало неприлично выглядеть все распадается так что какая у кого-то чулька как он сказал все закончили рука дров закончен ай молодца прямо по курсу аэродром до него десять километров как вы видите друзья засосали мы все вот как раз где луна вот вот были облака которых мы выбрались уже надаете пассажуры шли взять вот это все ленты облаков это нарастаяло на пик дебюре облака покажу вам тоже в общем то видите заставила все атмосферу потушили потушили внизу вообще все уже в темноте какой-то солнышко так еще чуть-чуть с горизонтом торчит вы сами понимаете это ненадолго всю энергию мы взяли я наблюдаю друзья что ко мне приехал ученик значит завтра снова летать стоит машина около дома а значит завтра а снова на полеты здесь передыхло без перерыва ну красота ну это замечательно друзья заходит клаут на посадку вот видно смотрите держу ее в кадре учитель в кадре ой 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 ну теперь его ученик бестолковый пойдет на посадку оп или толковый я уж не знаю как ура сейчас попробуем настроить так каверу чтоб она в этот раз не упала чуть не снимала так ну что ж шасси я в этот раз выпустил друзья у меня все получилось с первого раза великий прогресс у нас наблюдается так проверяю воздушные тормоза ох как они туго сегодня работают даже тормозят ну заставляю тормоза на полную перевожу закрылок на лендинг максимально энергичный видите как у меня распушилось все на крыле закрылок вниз интерцепторы вверх цена ботинь директор доулинг лендинг погнали что нам тут раскорячиваться так 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 высоты много просто красивый конечно заход афганский ну и так максимум у меня снижение 7 метров в секунду сейчас потому что закрылок на лендинг одновременно выключены воздушными тормозами сейчас 6 метров секунду и начинаю радиус циркуль всегда могу убрать закрылок не закрылок а тормоза и по радиусу бегачу люблю тренировать после того как летать начал на самолетах люблю такой заход тренировать потому что это позволяет оттачивать мастерство посадки без двигателя если только самолет откажет моторчик можно раз так ух красивенько и приземлиться без мотора жик сейчас зашел идеально мне нравится я сейчас убрал воздушные тормоза чтобы по максимуму подтянуться поближе немножечко к торцу полосы чтобы не скакать по кочкам ведь Клаус сказал что ветер южный нам еще доехать потом до нашего прицепа сейчас оп 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 еще 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 косой сейчас оп оп мы будем считать что это козел я всегда говорю что это холминг на самом деле действительно у нас холмистый аэродром его никто особо не равнял никогда там в общем то особо не нужно поэтому я немножечко подпрыгивать могу на кочечках но в целом там проверяю есть ли тормоза а то автобусом где есть есть ли есть ли ветер не дает доехать ух толкать мне планет придется место куда я должен доехать вот как видите как далеко ужас друзья посмотрите сколько стоит полет с Клаусом да это невероятно это невероятно Еще один секунд. Еще один секунд. Еще один секунд. Вау. Спасибо большое. Фантастика. Спасибо большое. Погода бомба. Концент огонь. Еееееее. Увидимся в morgen. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok